Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике я расскажу вам об особенностях пациентов, обращающихся в отделение ВРТ с бесплодием и эндокринными заболеваниями. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца для того, чтобы не пропустить самое интересное и важное для вас. Пациенты, которые обращаются в наше подразделение вспомогательных репродуктивных технологий эндокринологического центра, они имеют очень большие шансы на наступление беременности. И не только потому, что у нас хорошее оборудование и мы владеем очень многими методиками и технологиями ВРТ, но и потому, что у нас работают прекрасные специалисты, опытные, внимательные, которые заинтересованы в каждом пациенте. На сегодняшний день вероятность наступления беременности в нашем подразделении достаточно высокая. И если учитывать кумулятивную беременность, то есть процент наступления беременности на одну женщину по всем попыткам, которые она провела, то здесь вероятность наступления беременности достигает 65-67%. Для женщин 30-летних вполне реальны, даже при первой попытке, это 50%. Если женщина это еще хорошо подготовленная, у нее нет проблем по мужскому фактору, то вполне вероятно, что наступление беременности будет даже выше. Раньше средний возраст, по которому обращались женщины на ЭКО, это был возраст 32-33 года, то на сегодняшний день это близится уже 35 и начинает 35 с половиной, 36 лет. То есть контингент женщин, которые приходят в программу ЭКО на сегодняшний день, старше. И, естественно, у них не будет результат такой же, как у женщин 30-летних. Порою очень обидно, когда они приходят в 42-45 лет, когда возможности репродукции, технологий по репродукции, они, в общем-то, очень маленькие. Хотя мы пытаемся работать с пациентами старше 40 лет, для того, чтобы получить их собственный генетический материал, и чтобы они получили генетическое своего ребенка. Но такая категория пациентов, они, конечно, должны быть в зоне пристального внимания в плане генетических заболеваний потомства. Поэтому это пациенты, для которых тоже рассматривается вопрос по приведению преимплантационного скрининга на анеоплоидии, то есть на изменение численности хромосомы потомства. Соответственно, эти женщины должны понимать, с какими рисками они должны сталкиваться. Достаточно серьезные произошли изменения в самой репродукции. Они произошли не только в нашем осмыслении подхода пациентов. Они произошли и на технологическом уровне. На сегодняшний день совершенно другие культуральные среды, в которых выращиваются эмбрионы. На сегодняшний день расходные материалы, они совсем другие. У нас есть возможность просмотреть кинопетлю, что произошло за сутки с этим эмбрионом или эмбрионами, вернее, потому что до 16 эмбрионов одновременно могут попадать, визуализироваться. И кинопетля пишет о каждом из них дает протокол. Мало того, что компьютер позволяет анализировать, как он вообще себя чувствует, делится он адекватно дню своему развитию или не делится. У нас есть пациенты, которые обращаются к нам с различными видами моногенных заболеваний, в том числе эндокринных заболеваний. Те же пациенты с синдромом Клинфильтера. Получив от такого пациента сперматозоиды, оплодотворив и получив эмбрионы, мы знаем, что очень высокий риск развития анеоплоидей и не только по половым хромосомам, но и по любым другим парам хромосом. Поэтому такие эмбрионы должны подвергаться генетическому исследованию. Называется это преимплантационная генетическая диагностика, которая позволяет нам выбрать генетически здоровый эмбрион для переноса его маме. В настоящее время пациенты могут получить помощь по вспомогательным репродуктивным технологиям в рамках различных государственных программ, ОМС, обязательного медицинского страхования. Работает она уже, будет работать вот пятый год и с каждым годом количество пациентов все больше увеличивается в рамках государственной программы. Но также пациенты могут пройти и за собственные средства, то есть платные услуги. Но и по добровольному медицинскому страхованию, это когда напрямую страховая компания оплачивает за пациента все те процедуры, которые проведены в нашем центре. На сегодняшний день порядка семидесяти процентов пациентов проходят у нас по государственной программе ОМС. Чтобы записаться к специалисту отделения вспомогательных репродуктивных технологий, врачу-акушерогинекологу и врачу-андрологу, нажмите на ссылку под этим роликом. Субтитры создавал DimaTorzok